Здравствуйте, дорогие зрители! Есть вот такая наука, или предмет, если хотите, образовательная история воина военного искусства. Это очень важная история, она с техникой переплетается со всем, чем положено, как дело было в старые времена и как теперь в войсках. Вот раньше у нас значительным элементом вооружённых сил была кавалерия. Раньше, ну это, скажем, ещё в начале XX века. Раньше, ну ещё даже во Вторую мировую войну кавалерия. А потом, в 50-е годы, как-то она куда-то пропала, сошла на нет. Сошла на нет в том числе и потому, что как-то кавалерия во Второй мировой войне не сыграла той своей замечательной песни, которую она играла, например, в нашей гражданской войне. Ну и, соответственно, в войне Первой мировой она тоже свою песню не до конца спела из-за того, что война оказалась позиционной. Вот сейчас хочу на эту тему поговорить. Не рано ли кавалерию похоронили, не рано ли конницу отдали на колбасу? Раньше такая песница «Конница Будённого пошла на колбасу». Такая вот народная песня, около, на какой-то мотив официальной советской песни она пелась. Ну, вообще говоря, в давние времена, во времена гуннов, Чингисхана, конница была совершенно упоительным видом вооружённых сил. Пожалуй, такое вот упоение от наступления второй раз появилось только во времена танковых прорывов, которые ввёл Гудериан. То есть Гудериан, Гудериан – это немецкий генерал, родом он с территории Польши, и вообще фамилия у него какая-то такая вот, похожая на какую-то славянскую, Гудериан. Ну, нам так кажется, хотя немцам, наверное, так не кажется. Вот, он, значит, был идеолог танковых прорывов, наступления танкового. То же самое, что происходило при кавалерийском наступлении, вот, Чингисхана, например. Прорываются войска, и что ты их удержишь? Они на конях? Против них что ты можешь предложить? Ну, современные методы вооружения предлагают против кавалерий масса всяких способов. Масса всяких способов. Ну, насколько они эффективны, на самом деле, это другой вопрос. Это мы сейчас с вами поговорим чуть позже. А ту пору были способы, рогатки ставились, рогатки такие, ну, фактически, как противотанковые ежи, только противокавалерийские. В основном застрённые вперёд палкой такие вот рогатки. Был ещё так называемый чеснок. Чеснок – это молекулу CH4, знаете, метана? Тетраэдр. В центре тетраэдра находится атом углерода. А на кончик вот этих палочек, из него торчащих, такой треугольной пирамидки, находится атом водорода. А тут вот в центре этого тетраэдра, из центра тетраэдра идут четыре штыря. И как ты не брось, всё равно один штырь будет кверху торчать. На него-то ложь-то может и наступить. Чеснок назывался. Раньше такой чеснок у нас был в Крыльевическом музее, потом куда-то пропал. Вот, такой был чеснок. Ну-ка, ещё это времён тех старинных, древних, противокавалерийских времён. Времён хана Батыя, наверное, ещё был такой чеснок. Вот, ну вот, всё, собственно, чем можно было установить. А так, ну что ты с ним делаешь? Ну, выставишь ты вперёд пики. Ну, кстати говоря, с кавалерией научились-таки бороться. Научились ещё бороться во времена наполеонских войн. Если вы внимательно смотрели бессмертный фильм Сергея Бондарчука «Бородино», там, для этого фильма, кстати, в Советском Союзе была воссоздана кавалерия, специально было подразделение кавалерийское, которое использовалось для съёмок кинофильмов. Вот, специально для этого фильма была создана кавалерия. Так вот, там показаны действия кавалерии во времён 12-го года. Значит, каре, кстати, это замкнутый, значит, прямоугольник, или замкнутая фигура, многоугольник, а по сторонам многоугольника стоят люди со штыками. И что ты с ними делаешь? Со штыками или с пиками? Скачет кавалерия, прорваться через это вот заграждение не может, скачет мимо. Какая особенность? Кавалеристов существенно меньше, чем пехотинцев в этой схеме. То есть, кавалерия их не может одолеть. Если идёт конная лава, она, естественно, может её прорвать, потеряв, конечно, некоторое количество лошадей и всадников при прорыве этой цепи. А так, вообще, вот такая вот система. Во Первую мировую войну так получилось, что весь фронт был сплошная оборона, сплошная линия окопов, какие-то там блиндажи, доты, долговременные артиллерийские точки, немножко в тылу артиллерии тяжёлые и проволочные заграждения. То есть, местность для действия кавалерии непригодная. В принципе говоря, чтобы заменить кавалерию, именно в эту Первую мировую войну были введены в обиход танки. Танки могли прорвать вот эту вот линию проволочных заграждений. Раздавить их просто, прорвать. Но правда, против танков тоже придумали. Противотанковые надолбы, противотанковые рвы, куда он может сползти, но выползти не сможет. Вот такого рода вещи были в ту пору придуманы, на самом деле, против танков, в конце концов. И вот, когда дело подошло ко Второй мировой войне, ещё во многих армиях мира была кавалерия. В армии СССР были огромные соединения кавалерий. Они дольше всего оставались из всех армий мира, в Советской армии. Тут вот какая деталь. Если вы хотите иметь танковую дивизию, танковое, так сказать, соединение какое-то, подразделение, вы эти танки поставили в ангар, и они там у вас стоят. Как вот однажды услышал такой разговор, значит, кто-то купил лошадь, и у нас ездит на лошади, а другой спрашивает, а где же он её хранит, лошадь? Хранит, как машину. Машину можно хранить под открытым небом, под навесом, под чехлом, в гараже. А вот хранить лошадь, это бесполезно. Её надо содержать, её надо кормить постоянно. То есть, содержание лошадей, это дело живое. Их нельзя просто так вот отправить куда-то, такое вот, на хранение, как танк, пушку, всё, что хотите. Она постоянно должна быть в обращении, её постоянно надо кормить, вот, она постоянно требует ухода, непрерывного ухода. Так вот, в Советском Союзе, в отличие от Запада, кавалерия была, ну, как вам сказать, к ней была прикреплена территория, сёла, где, значит, сельские жители, колхозники, скажем так, по-нашему, а может, совхозники, выращивали корм, и для этих самых лошадей, фураж. То есть, вот они так и жили, благодаря такому вот наличию, нашей советской сельскохозяйственной структуры. У нас постоянно что-то не хватало пищи, может быть, лучше было бы, если эти предприятия сельскохозяйственные производили бы, так сказать, пищу для людей, а не корм для лошадей. Но, тем не менее, вот они так вот работали. Да, и кавалерия у нас была грандиозная, большая. Ну, понятное дело, если военная, если обстановка потребует, то кавалерию прокормят и всякая такая страна не советского типа. Найдет, как прокормить. Потому что сейчас расходы на оборону чудовищные, ну, подумаешь, там овса закупить нужное количество, да ну что, можно, можно потратиться. Если нужно, конечно. А нужно ли? Так вот, постепенно, после Второй мировой войны, а Вторая мировая война, это все-таки была линия, война, таких вот сплошных фронтов, через которые надо было прорываться. А прорываться кавалерия на пулеметы неохота. Плотность огня высокая. Высокая плотность огня. Ну вот, с высокой плотностью огня, в общем-то говоря, пехота как-то сумела справляться. Во-первых, есть, пехота может залечь, а пехота может рассредоточиться, да, рассыпной строй. С лошадьми, ну, кроме рассыпного слоя, в строе ничего не придумаешь. Что больше можно придумать? Трудно сказать. Вот вообще, в свое время, тоже была очень смертоубийственная война 19 века, гражданская война в США. Кавалерия, вот в нашем таком привычном смысле, когда вперед летят кавалеристы, машут саблями, наставляют пики на противника, там этого не было. Кавалерия была фактически ездящей пехотой. Пехота, которая ездит, ездит на лошадях. Вот она приехала, спешилась и стреляет себе, стреляет, стреляет, стреляет пехота. Ездящие на лошадях стрелки. Это, конечно, вещь, вещь обоснованная, полезная. Это как у нас, значит, пехотинцы приезжают к месту боя на открытых автомобилях, например. В грузовиках, конечно, в кузы. Вот они вот спешиваются, рассыпаются в строй, стреляют, да? Ну, можно не на автомобиле, можно на бронированном автомобиле, или на бронетранспортере, как это еще называется. Ну, в принципе говоря, вот такое вот место. А тут на лошадях. И вот войны последнего времени, они не проходили с такой большой численностью, с такой большой численностью вооруженных сил. То есть создать плотный огонь против кавалерии сейчас бы не удалось. Вы можете сказать, да, нет такой задачи, потому что и потому и нет плотного огня. Вот в современных условиях, если плотность огня небольшая, кавалерийский прорыв даже интереснее, эффективнее, чем прорыв танковый в теле Гудериан. Почему? Танк, он, у него есть моторесурс. Все, он отработал, двигатель форсированный, сколько-то он часов проработал, ему нужно техническое обслуживание. У него двигатель, ему нужно топливо подвозить. Не подвез топливо, все, пропал. Пропал без топлива никуда. Вот, без топлива не поедешь. А лошадь, ну, не поела она, но поголодала, всадник тоже. Повоюет еще сколько-то, внутренние запасы есть. То, значит, отложение жира, мускулатура, переработаются на энергию. Все, он поедет дальше. Ну, а потом, плюс, подножный корм, слышали про такое? Глядь, пехотинцы, он тут у населения, простите меня, позаимствует, купит, купит, за оккупационные деньги, так называемые, купит. Ну, потом, другое дело, что они с этими оккупационными деньгами будут делать? Хорошо, если оккупация долго продлится, они что-то смогут там между собой меняться этими деньгами, что-то торговать. Вот, ну, или просто ограбить население, да, ну, что, война такая вещь, суровая, на войне убивают и грабят, ничего не поделаешь. Вот, ну, и лошадь на подножном корму. Можно, можно, понятное дело. И вот просто сейчас не появилось такого, такой возможности и потребности в крупных кавалерийских силах. Возможности, ну, потому что для крупных кавалерийских сил нужно большое количество кавалеристов. А театр военных действий, ну, должен быть равнинным. Вот, теперь давайте посмотрим на карту, хотел сказать, нашей любимой родины, ну, на карту тех мест, которые когда-то были моей любимой родиной, на территории бывшего СССР. И вот там, вот, так называемые подбрюшья, степи, да, степи Казахстана, киргизские степи, ну, там есть и горы, конечно, но степи, 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 степи. А дальше там степи потихонечку становятся китайскими степями, Синьцзяньо-Игурский автономный район. Ну, представьте себе, какая самая густонаселенная страна в мире, Китай. И вот вы, кстати, посадили вы на лошади, на миллион лошадей, а лучше на два миллиона лошадей, один миллион китайцев, вооружили их оружием. Кстати, совсем не обязательно их вооружать холодным оружием, можно и огнестрельным, хотя холодное оружие в этом плане гораздо веселее. и армия прорыва движется по степи вперед, их не остановишь. Вот у танка, например, проблема переправы. Вот у нас река, как переправлять танку, а если он не плавающий? Вот какие-то там хождения по дну, там вот с этой трубой, ну, это такая экзотика, в общем, если разобраться. А на лошадях, да вот, боже мой, спешились, он плывет рядом, лошадь плывет рядом, переплыли на другой берег, отряхнулись, обулись и поскакали дальше. И все. Любую речку разумных размеров так можно преодолеть. А для танков любая речка, которая глубже, так сказать, танкового брода, все, уже невозможно сделать на ней. Любая мелочь для них непреодолима. А для всадника даже, ну, даже судоходные реки, небольшие, типа Москвы-реки, например, они вполне преодолимы. Было бы желание, была бы потребность, был бы настрой. Ну, в частности, помните, опять же, роман, бессмертный роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». То я вспоминал бессмертный фильм Сергея Бонтарчука «Война и мир», а теперь вот его. Помните, как Наполеон сидит, наблюдает за переправой через Неман. И вот на глазах у него одна польская часть решила переправиться не по мосту, ну, так сказать, мост сейчас занят, а в плавь. И вот они переправляются в плавь в виду у Наполеона Бонапарта «Ви в лемпер!» кричат все. Вот. И часть из них тонет, естественно, да? Вот. Но зато они переправились, сэкономили какое-то время. И дальше кавалерия пошла вперед. А пехота, не, а пехота идет пешим ходом. Топы, 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 да. По плашколотному, по пантонному мосту, скажем так, по-нашему. Плашколотный тогда называли. Вот. И, к принципе говоря, возрождение кавалерии вещь разумная, на самом деле. В эпоху, когда нет таких крупных армий, как были во Вторую мировую, Первую мировую войну, такая вот тактика глубокого прорыва вполне себе оправдывает. Я не знаю, был ли смысл иметь большую кавалерию, так сказать, стратегическую, да, кавалерию делят на стратегическую и тактическую. Вот что такое тактическая кавалерия. Вот есть у вас подразделение, неважно какое, пехотное, времен так, очаковских и покорения Крыма, или еще какое-нибудь там, да, а в нем есть некоторое количество кавалерий, ну, которые для разведки, для связи, пожалуйста, ну, такая необходимость. В современных, в таких частях такой необходимости нет, есть вроде техника, есть радиосвязь, но в разведку, правда, на лошадях ходить веселей, потому что скорость и проходимость вот в этом плане оптимальна для лошадь, в отличие от транспорта, транспортные средства не везде пройдет, а лошадь почти везде, ну, кроме, может, гор каких-то там непроходимых, а там и техника не пройдет, вот. Про преправы через мелкие водные преграды я вам сказал, для тяжелой техники это непреодолимые вещи, нужно иметь тогда плавающую технику с ослабленной броней, чтобы она не утонула, простите, а зачем тогда и броня, да, теперь, в принципе, считается, что сейчас любую броню можно пробить калибром 14,5 мм, это знаменитый калибр советского противотанкового ружья, кстати говоря, этот калибр придумали в Боброво, вот вы не поверите, да, ну, вернее, не в Боброво, а в соседнем Бачманово, там в этом Бачманово был когда-то государственный ремонтно-опытный, государственный артиллерийский ремонтно-опытный завод, Горос, это такое загадочное название, но там на самом деле испытывали все стрелковое и артиллерийское вооружение советской армии, еще в старые, в старые довоенные годы, вот, там вот, в частности, придумали этот калибр для противотанкового ружья, что там 12,7 мм, полдюйма, а давай 14,5, давай, вот работает, пулемет такой есть, Владимирова, крупнокалиберный танковый, вот, пожалуйста, тоже хороший пулемет, вот он пробивает броню, в принципе любую, когда-то это было бронебойное оружие убрали из армии, потому что, ну что, куда из них стрелять, у танка броня такая, что только из пушки пробивать, даже 45-мм пушки были слишком тяжелые, а сейчас 30 мм хватает, большинство бронированной техники прошивает, 30-мм подкалиберным снарядом пробьет, вот такие вот печальные дела, ну так вот, может быть, мы напрасно рано забыли про кавалерию, да, и была стратегическая кавалерия, это огромные массы войск, вот такой прорыв делал, прорвались, так сказать, от Минска на Варшаву, дальше Берлин, Париж и мировая революция, это вот в духе Тухачевского, Буденного, вот тех вот, в тех времен, Буденного, Ворошилова, Сталина, времен Гражданской войны и Советско-Польской войны, тогдашней, давнишней, ну так что, вот, может быть, рано списали со счетов, кто его знает, еще, может, с ней встретимся, придется сплошную линию обороны устраивать, сколько людей-то потребует, чтобы остановить вот эту китайскую кавалерию, очень много, это нереально совершенно, что там, чем ее остановишь в степи, рогатки поставишь, я вас умоляю, чеснок разбросаешь, конечно, это красиво, да, но его надо-то заготавливать-то в больших количествах, чеснок, это такие металлические иголки, металлические шипы, ну, их можно, да, разбрасывать с вертолета, артиллерийским огнем, засевать территорию, ну, можно, да, какой-то вред можно нанести, но не остановить, вот, поговорил, я пофантазировал, сейчас на меня обрушится, что ты, дед, лезешь не в свое дело, но меня этому учили, это моя специальность, когда-то было, такие вещи вот анализировать, ну, все, целую, обнимаю, не забудьте подписаться на мой бусте, там есть много таких вещей, которые я здесь не могу выкладывать, есть там лекции по ТОИ, есть лекции по общей физике, по высшей математике, есть лекции, курсы целые, курсы огромные, 36 лекций, полуторачасовых по физике, по математике, есть лекции, стоп и стоп, для тех, кто поступает, кто ЕГЭ собирается сдавать, ну, все, всего доброго, до свидания, всех вам благ.